А потом настоящая атака. И в повторной атаке он достигал цели. Вот в этих раундах я этого не видел. Ну, наверное, потому что не так просто обмануть Водопьянов. Да, да, да. Водопьянов, видимо, знает эту тактику, не покупается вот на эти ложные атаки. Да, и старается все его попытки пресекать во встречу, навстречу. Ну, опять же, Балахшина, у него не всегда получается работа, вот что мы говорили, первым номером идти вперед. Он вообще сам, хорошая атака, он сам работает на контратаке зачастую. А когда идет вперед, у него не всегда это получается. Но вот сейчас он это сделал, и у него получилось. Это говорит о том, что ему подсказали в углу, как нужно изменять рисунок боя. Вот этот поединок, это, он, наверное, финал чемпионата мира. По качеству. По качеству, по уровню, просто по исполнению. Уважаемые любители спорта, любители бокса, на ринге действительно боксеры высочайшего класса. Я очень рад, что у нас в стране появился боксер такого уровня, как Водопьянов. Да, тем более, что на мировом ринге, это для нас, как бы ни было, все-таки проблемная рисовка. Да, нет, Европа, мы в этом весовой категории... Я имею в виду, кубинцы здесь очень сильные. Весовой категории 48, 51, 54, 57. Тищенко перешел в 60. Вот в этих весовых категориях мы зачастую проигрываем боксерам из национальной команды Кубы. Ну и очень хорошо, что, во-первых, конкуренция и рост, и просто появился еще один боксер высочайшего класса. Здорово. Надо поздравить его тренера, меньше вырастил такого спортсмена. А вот боксеры подустали, а движение стало меньше, ударов стало меньше. Здесь сейчас на передний план выходит чисто боксерская подготовка, функциональная подготовка. Кто лучше готов? У кого больше сохранится скорости? Потому что скорость пропадает от усталости. И, значит, у кого побыстрее руки, у кого побыстрее движение, и кто будет быстрее их наносить удары, я думаю, тот и выиграет. И вот сейчас вот несколько моментов, я обратил внимание, Палашин бил в атаке. Водопьянов первые два раунда не пропускал эти удары. Сейчас стал пропускать. Ну что, может, действительно подустал. И вот обратите внимание, после первого раунда он отдыхал стоя, я имею в виду Водопьянова. А сейчас вот мы увидели, на предыдущем плане он уже сидел. А вы знаете, я не вижу в глазах Балашина особой усталости. И смотрите, как он внимательно слушает своего тренера. Очень многое зависит от секунданта. Правильно подсказать, правильно настроить. То есть нужно найти нужные слова. Подслушали. Да, он все равно будет бросаться. Абсолютно правильно Балашин будет бросаться. Но он не будет бросаться неподготовленно. Он будет подходить на ногах, прочувствовать время и место атаки. И после этого нужно будет атаковать. То есть нужно быть внимательным. И нужно готовить что-то. Водопьянов откинуло на канаты. Зрители на это среагировали. Немедленно. Но это был, в общем-то, не очень серьезный удар. А вот сейчас хороший атак. А вы знаете, и когда Водопьянов заканчивает передней рукой, о чем мы с вами говорили, передней правой рукой, то вот эти удары последние достигают цели. Это своего рода и выход из этой боксерской ситуации. Из этого обмена ударами. Безболезненно. Ну да, и причем, к тому же запоминается последний удар. Не готов был Водопьянов, не готов к этому удару, то есть не готов к этой атаке. Да, он больше стал пропускать. Видимо, действительно пропускать. Последние минуты поединка. Сейчас очень много будет. Ну вот в последнем раунде мы просто видим, что Балачин покрепче, физически покрепче. И вот то, как раз о чем вы говорили. Удары у него более акцентированы, то есть скорость он не потерял практически. Качество ударов мало изменилось. А что мне скажешь Водопьянов? Ну, немножко вы не сходительного Водопьянов быть только, что поднялся. Да, конечно, конечно. Будь только. Прекрасный боксер. Прекрасный. И все, о чем мы говорили, о том, что вырос соперник, вырос соперник такого же уровня. Действительно так. Просто здесь, в конкретном бою, сейчас что-то решается. Можно поздравить Александра Борисовича Ребезика, главного тренера сборной команды России, с появлением нового талантливого боксера. Безусловно. Ни Водопьянов очень симпатичен. Своя оригинальная манера ведения боя, своим чувством. Вы знаете, своей передней правой рукой очень много положительного у него, как у боксера. Я думаю, что боксер с большим будущим. В этот момент здесь больше был толчок, чем удар, как вы видите. Ну, вблизи практически они не работают. Ваше мнение, Борис? Алакшин. Рискую ошибиться еще раз, но... А я скажу после того, как поднимут руку. Оригинальная позиция. Главное, очень рискованная. Ну что ж, поздравим Георгия Балакшина. Действительно. Хороший бой и поздравим Сергея Водопьянов. Вы знаете, Балакшин изменил рисунок боя и появил свою пользу в последнем четвертом раунде. И концовка третьего. То есть, вот это говорит о том, что он физически готов... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok